Валерий Седов Массовое отключение электричества сразу в нескольких районах области стало первой темой последнего в этом году заседания правительства. Больше 30 тысяч человек остались без света в эти выходные. Причиной обесточивания населенных пунктов стал сильный мокрый снег, который налип на проводах электропередач. То же самое случилось и у соседей во Владимирской и Ярославской областях. 141 повреждение практически во всех районах области – главный итог накрывшего регион снегопада с ледяным дождем. Всевыходные ремонтные бригады восстанавливали электричество, большую часть порывов устранить удалось, в том числе благодаря поддержке соседних регионов. На сегодняшнее утро, на 8 часов до 30 минут у нас под отключением находится 31 линия 6-10 кВт. Соответственно, наибольшее сейчас количество отключений у нас Рязанский, Клепиковский и Спасский район. В остальных районах, в общем-то, работы были закончены либо в ночь, либо вчера еще. То есть там двигался циклон с юга, соответственно, там наибольший фронт работ был обеспечен, и все силы туда были брошены. Соответственно, там как бы сейчас ситуация нормализуется. Знаю, что привлекали в том числе бригады из соседних регионов, коллегам, благодарность за вот эту помощь своевременную. Еще раз, по объектам жизнеобеспечения сейчас вопросов нет. Все работает в штатном режиме, это централизованная котельная, водоканалы и так далее. Здесь все. Остались вопросы по считанному количеству социальных объектов. Их, естественно, я прошу в особом порядке, в особым контроле доводить до завершения. Ну и, соответственно, потребительские линии, все уже, вот эти, конечные поставки электроэнергии тоже под особым контролем держать, чтобы у нас не осталось вообще людей с вопросами, проблемами, претензиями. Нерасчищенные проезды возле домов сместили акцент претензий граждан с остановок и тротуаров. Конкретная жалоба на правительстве прилетела в адрес управляющей компанией «Город комфорта». Жители Шереметьевского квартала сетовали на нечищенный двор. В этом конкретном случае оказалось, что хозяина территории не так-то просто найти. Жители правильно говорят, что проезды, выезды из территории и межквартальные проезды, вот в частности, по этому кварталу, находятся в собственности застройщика. Застройщик при вводе дома объекта в эксплуатацию не передал земельный участок ни собственникам, ни в муниципалитет. Соответственно, обязанность по содержанию данного земельного участка остается за застройщиком. И тут необходимо органам муниципального контроля в рамках правил благоустройства осуществлять более серьезные контрольные мероприятия за содержанием этих территорий. С 1 января платные парковки переходят под юрисдикцию городской администрации. Об их очистке от снега мэрия теперь будет сообщать регулярно. Что же касается уборки снега возле соцобъектов, а там зачастую сугробы с потеплением превращаются в снежную кашу, городские власти решили помочь местным дворникам технически. Если говорить по соцобъектам, мы стараемся их убирать в первую очередь взаимодействие с Министерством здравоохранения. Также дополнительно для своих соцобъектов школ и детских садов передали роторы около 12 штук из ДБГ, чтобы убирали прилегающие территории. Несмотря на системность уборки снега в регионе, это по-прежнему тема номер один, к ней теперь добавился еще и невывоз мусора. Больше всего жалоб из Рязани, впрочем, все накладки региональный оператор обещал устранить в ближайшее время. На улице Соборной сегодня открылся грандиозный музейный центр. Его общая площадь способна поразить воображение, больше 20 тысяч квадратных метров. Сюда же переехал историко-архитектурный музей-заповедник. Чем будут удивлять рязанцев и гостей областного центра, расскажем далее. Это планета Земля, наш дом, где живет каждый знакомый вам человек, каждый, кто когда-либо существовал. Полетать в космосе, увидеть скелет настоящего рязанского мамонта-яхонта и мысленно прогуляться по центральным улицам нашего города. Все это теперь возможно в новом музейном центре на улице Соборной. На строительство этого здания потратили более 176 миллионов рублей из федерального бюджета. Губернатор Павел Малков назвал музей интересным местом с огромными возможностями. Получилось серьезный экземпляр, большое здание, больше 20 тысяч квадратных метров. Просторные выставочные залы, есть планетарные коллаборатории, есть детские центры, библиотека, кафешка, сувенирные лавочки. Есть многофункциональный зал, где можно разные мероприятия проводить. Фонд охранительщик выключил строя, современное мультимедийное оборудование установлено. Я думаю, что все гости, все посетители точно по достоинству акцент этот новый музей, в принципе, новый, который у нас в самом деле в регионе вообще никогда не был. Познавательный досуг в музейном центре будет интересен посетителям любого возраста. Все залы здесь оборудованы интерактивными экранами, где можно в подробностях прочитать информацию об экспонате. До нашей эры вне земли среда обитания. Узнать историю человечества можно буквально с начала времен. Мне очень радостно, что мы открыли 20-го, с выставочных проектов 25-го, открылись детских новогодних йогов. Это важно. Потому что здесь постоянно эти позиции очень жаль. Мы сейчас прошли, и те, кто мы еще пройдут, но очень жаль, и точно будут интересны дети. Потому что не только на артефакты предмета находятся, на звуки, какие-то дополненные реальности, живые деревья и так далее. На втором этаже представлены выставочные залы, где экспозиции будут периодически менять. Один из таких проектов посвящен истории развития Российской империи. Более ста предметов быта познакомят посетителей с устоями общественной и частной жизни представителей разных сословий того времени. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Очередь к прилавку у торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи продукция только свежая, а главное – экологически чистая. Купить к новогоднему столу рыбку с берегов Камчатки могут все рязанцы. Здесь кита, зубатка, палтус, слабосоленый и холодного копчения. Царица Марии Чавыча и красная икра. Очередь к прилавку у торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи продукция только свежая, А самое главное – экологически чистая. Купить к новогоднему столу рыбку с берегов Камчатки желают все рязанцы. Здесь кита, зубатка, палтус, слабосоленое и холодного копчения. А также царица морей – чавыча и красная икра. Любите морепродукты? И какие? Очень люблю. Какие? Я чавыча северная рыба. Что сейчас хотите попробовать? Чавычу, горбушу, море. Вообще я рыба. Вы уже покупали здесь? Нет, еще. Ни здесь, нигде не покупала. А вы вообще морепродукты купиваете? Ну да. Какие? Ну, наверное, красную рыбу чаще. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Зернышко к зернышку. Икра. Символ новогоднего стола. Без нее не обходится ни одно семейное застолье. Угостить близких и друзей, особенно в эти волшебные праздники, хочется самым отборным продуктом. Качество и свежесть на выставке продажи в КВЦ АК гарантировано. К праздничным выходным вы здесь можете выбрать еще и рыбку разных видов. Для салатов или просто для нарезки. Также в ассортименте ярмарки печень трески. Уход уже может готовить? Нет, мы еще до Нового года еще купим. Еще хотите? А что любите вообще? Учите? Все, всякую рыбу любим. Старикам говорят, надо есть много рыбы. Вот мы ее едим. Ну, спасибо им за то, что они нас вот тут поближе к нам приезжают. Что купили сегодня, расскажите? Ну, да белорубец попробовать. Здесь уже покупали когда-нибудь? Нет, первый раз. Готовитесь к Новому году, к праздникам уже? Ну, нет, просто попробуем. Еще и полезно. Мало того, что морские деликатесы станут украшением новогоднего стола, в них еще и масса полезных веществ. Жирные кислоты, витамины и минералы. А вкус? Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна, потому что любую рыбку или икру можно попробовать оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы к вашему новогоднему столу можно в выставочном центре АК по адресу улицы Есенина, дом 80, дробь 1. Выставка-ярмарк работает с 25 по 29 декабря ежедневно с 10 до 19. Спонсор программы «День города» – выставка продажи икра и рыба «Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока возле торговых центров «Премьер» и «Круиз». Проверка на полиграфе – один из главных тестов при устройстве на работу в системе МВД. О том, как проходит тестирование, мы уже рассказывали. А вот секреты тестирования обошли стороной. Теперь же решили пройти испытания лично. Цель нашей с вами сегодняшней встречи – проведение завершающего этапа комиксного обследования в рамках профессионального психологического отбора. То есть проведение специального психофизиологического исследования, используемого полиграфа. Задачу наша съемочная группа поставила себе непростую – попробовать обмануть полиграфолога. О том, как работает сам прибор, мы уже рассказывали в прошлых репортажах. Потому, зная принципы, решили схитрить. Сам полиграф – это набор датчиков, регистрирующий физиологические изменения человека. И вот эта коробочка – сенсорный блок для вывода информации на ноутбук. Плюс кресло со встроенным датчиком тремора. Но все это лишь инструменты, которыми должен правильно владеть профессионал. Что происходит, когда человек говорит неправду? Так же человек слышит вопрос, так же обращается к своей памяти, находит там информацию, которая является ответом на данный вопрос. Это все автоматически происходит. Но так как человек информацию выдавать не хочет, то есть не хочет говорить правду, он включает так называемый процесс отторможения. То есть он правду, этот память удерживает, ложный ответ придумывает. Это все быстро происходит, но для организма это стресс. Так как все эти процессы отторможения, они для любого живого организма не свойственны. Берут дополнительные ресурсы из организма, организм по разным системам на это реагирует, прибор регистрирует, полиграфолог наблюдает. Любая ложь – это стресс для организма. Задача полиграфолога – этот самый стресс разглядеть. И отличить, например, от волнения или страха. Сначала, как водится, надеваем все датчики. Два отвечают за дыхание, грудью и животом. Еще один – кожно-гальваническая реакция. Проще говоря, отслеживает потоотделение. И еще один. Не нужна будет ваша правая рука, именно большой палец ее. Наша сердечно-сосудистая деятельность напрямую связана с нашей психоэмоциональной сферой. Когда человек волнуется, какие-то мысли, эмоции переживает, это сказывается на нашей сердечной деятельности. Давление может повышаться, человек может сам это почувствовать иногда. Когда человек говорит неправду, изменения происходят резко. То есть давление поднимается, но так как ложь – это стресс, то ресурс сразу же восполняется из организма, давление сразу нормализуется. Скачок очень короткий получается, длится он меньше 0,3 секунды. Но с помощью данного датчика я его наблюдаю. Сначала настройка прибора. Сидим смирно, смотрим вперед. Все просто и проходим легко. Следом – сам тест. Итак, переходим к пробному тесту. Первое предъявление нашего пробного теста. Внимательно слушайте те вопросы, которые я вам буду задавать. И отвечайте, как мы договорились. Нет, отвечайте на все вопросы, в том числе на свое настоящее имя. Нет – нужно ответить и на свое имя. А когда смотришь в одну точку, кажется, что очень легко ни о чем не думать и соврать. Ответа на все вопросы нет, так что и на имя свое можно не отреагировать. Стараюсь лишний раз вообще не двигаться и выдавать себя. Вроде получается. Следом – повтор теста. Порядок вопросов только другой. Снова стараюсь солгать. Как и при третьей проверке. Ваше имя Григорий? Нет. Оказалось, прокололся. Выдал меня датчик, определяющий давление. Реакция меньше секунды, однако опытный полиграфолог ее увидел. Изменения, которые, в принципе, даже визуально, возможно, вы даже можете увидеть. То, что меняется по сравнению с другими вопросами. То есть, видите, насколько амплитуда. Сужается именно на этом вопросе. Она восстанавливается, потому что это ложь. Это не волнение. Если было волнение, она долго восстанавливалась. Она восстанавливается быстро. ПТП, значит, связанность ложи. Ну, соответственно, дублируется КГР. Кожа-балеваническая реакция. Сопротивляемость к коже. Резкая реакция. Вот она здесь, наверное, резко идет. То есть, это не связано, значит, с ложью. Там волнение, что-то там. Просто ассоциация какая-то. Может, какую-нибудь Ваню вспомним. Может, вообще просто отвлекся на какой-то шум. А здесь она резкая. Если тест на имя длится около 10 минут, то основное тестирование при поступлении на службу в МВД 2 часа. Вопросы здесь про незаконный оборот наркотиков, участие в террористических организациях, злоупотребление должностными полномочиями. В общем, здесь узнают, если не о самых сокровенных, то о противоправных тайнах точно. Примечательно, что каким бы хорошим кандидат на службу не был, многие отсеиваются именно здесь. Ибо опытного полиграфолога обмануть сложно. Мы проверяли. Икра и рыба Камчатская – выставка продажа, которая хорошо известна гурманам нашего города. С каждым приездом люди, желающие приобрести свежие и вкусные морепродукты, спешат к торговым точкам. Всю эту неделю продажа открыта сразу в двух местах – у премьера и у круиза. До новогодней ночи запустился обратный отсчет. И если вы еще не подготовились к праздничному застолью, самое время приобрести красную рыбу и икру на выставке «Икра и рыба Камчатская». Это финальная ярмарка в году. Есть возможность закупиться впрок и заморозить до Рождества. После разморозки продукты не теряют вкусовых качеств и полезных свойств. Более свежих и вкусных морепродуктов многие покупатели признаются – найти не могут. А угостить в новогоднюю ночь и последующие долгие выходные и себя, и близких хочется только самым лучшим, самым вкусным. Особенной популярностью перед Новым годом, конечно, пользуется красная рыба. Нарезка или бутерброды с сочным мясом чавычи. Это ли не царская закуска? И царица праздничных столов – красная икра. Да, вот икорки прикупили, готовимся к празднику. Здесь икра особенная, зернышко к зернышку вкуснейшая. Убедиться в этом можно прямо перед покупкой. Продавцы дают попробовать любую продукцию. Ассортимент, который велик – это и тунец, и палтус, и белорыбец, и еще десятки видов рыбы. Кстати, некоторые покупатели за оставшуюся неделю придут еще не раз, ведь здесь вкусно и полезно. Нет, это мы не к Новому году. Это мы так просто взяли, покушать, покушать взяли. Просто покушать, чтобы поддержать себя в суете последних дней года и свой иммунитет в условиях вирусного сезона. А перед Новым годом прийти и приобрести еще можно. Ведь выставка продажа работает в нашем городе до 31 декабря включительно. Сразу в двух местах – у торгового центра «Круиз» и у торгового центра «Премьер». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Встречай Новый год с камчатскими деекотесами. Чавыча, красная икра, белорывица – все от производителя. С 25 по 31 декабря. Рязань. У входа ТЦ «Круиз» и ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова